В повестке дня сессии совета значилось более 10 вопросов. Депутаты внесли изменения и дополнения в собственное решение о бюджете на текущий год. Публичные слушания по этому вопросу должны пройти в конце марта. Были утверждены паспорта особо охраняемых природных территорий местного значения в сельском поселении Ершова и городском поселении Кубинка. Одно из решений совета касалось реализации 159-го федерального закона о льготном выкупе помещений субъектами малого и среднего бизнеса. Предприниматели, несмотря на кризис, продолжают реализовывать свое право преимущественного приобретения арендуемых площадей. По предложению главы района Александра Гладышева, был рассмотрен вопрос о выходе районного совета в вышестоящие законодательные собрания с инициативой, которая позволит увеличить за счет местного бюджета заработную плату учителям и врачам. Откровенно хочу сказать, что мы с вами приняли сегодня очень важное решение. Очень важное. О том, что если Московская областная дума выйдет с этим предложением, о том, что дают право учителям, врачам самостоятельно в районе дополнять свои решения. Потому что мы раньше принимали свои решения. И у нас по зарплате была хорошая зарплата и так далее. Также глава предложил компенсировать за счет районного бюджета областные надбавки пенсионерам старше 85 лет, которые область отменила с января 2010 года. Нынешняя сессия совета стала заключительной для одного из наиболее опытных и авторитетных депутатов Александра Галдина. Александр Петрович вышел из состава совета в связи с переходом на государственную гражданскую службу. Я думаю, что нам нужно всем выразить большую благодарность за то, что человек на самом деле очень внимательно работал, внимательно с документами работал, очень переживал за своих избирателями. Всегда активный, честный депутат. Александр Галдин проработал в районном совете без малого 25 лет. Я искренне всех благодарю за ту многолетнюю совместную работу, которую мы с вами проводили на плане Митцовского района. Я надеюсь, что так оно и было. Для меня решение, так сказать, сложения полномочий, оно далось непросто. Следующая сессия районного совета будет внеочередной и соберется уже через неделю, 19 февраля. Петр Горохов, Александр Мельханов, телекомпания Одинцова.